Это программа без названия, программа для тех, кто предпочитает альтернативные новости. Ребята, в Башкирию пришел очередной сырой и наспех придуманный проект партии Единой России под названием «Открой республику», целью которой является как бы популяризация отдыха в Башкирии, но на самом деле, как мне кажется, предвыборная кампания кандидатов в депутаты в парламент страны. «Открой республику, выбирай Башкортостан». Я прекрасно понимаю, почему в число избранных представителей СМИ вошел и я, как человек, который не шибко любит политиков и сомнительные партийные проекты. Дело в том, что данный туристический проект реально слабый, о нем мало кто говорит. Ну а, собственно, с привлечением в этот проект идеологического врага Харта Исхакова, это означает, что данный проект хотя бы увидит или услышит та аудитория, которая воспринимает Харта Исхакова. В общем, я понимал, что мной хотят воспользоваться и, собственно, пошел на это сознательно, потому что, собственно, сам проект достаточно неплохой. «Слышь, что так долго? Что так долго?» Итак, все по порядку. В тур помимо организаторов поехали журналисты, блогеры и экскурсовод. Всего 13 человек. Первой точкой в нашем маршруте должен был стать поселок Серменево, где журналисты должны были посетить музей и, самое главное, встретиться с населением. Но организаторы проекта приняли решение миновать данную точку в нашем списке. А на мой вопрос, как же так, нас все-таки ждут люди, развели руками. Я открыла республику, в которой нет дорог. Совершенно. Прибыв в следующую точку нашего маршрута, нас накормили, напоили, показали национальные костюмы и даже по секрету сказали организаторам проекта, что прежде чем открывать республику, дорогие друзья, нужно бы дороги сделать. На мой взгляд, для того, чтобы развивать туризм и вообще привлекать наш край туристов, в первую очередь мы должны решить вопрос инфраструктуры. Но в первую очередь дороги. А после трехчасового открывания Башкирии по партийной схеме «Единой России» и по бездорожью, мы добрались до базы отдыха на выезде в заповедник Шульганташ, где должна была пройти встреча с туристической общественностью. Но данная встреча не состоялась по неизвестным причинам. И это была уже вторая попытка «Единой России» поговорить с народом. Но, видимо, народ не хочет говорить с «Единой Россией». На второй день нашего путешествия мы, как и запланировали, посетили пещеру Шульганташ, сплавились по реке. После этого мы собрались и, собственно, хотели отправиться дальше по маршруту. Но тут у одного из организаторов проекта ухудшилось самочувствие, и ему вызвали скорую помощь. Девочка так утомилась от отдыха в Башкортостане, что чуть не потеряла сознание. Карета скорой помощи ехала из ближайшего населенного пункта, но сломалась по дороге. Небольшая задержка произошла, как мы вас вызвали, в связи с транспортом, я так понимаю. Да, да. А родитель ваш сломался? Дверь-то заглох. Налаживал водителя, доехал. Пока врач делал уколы умирающему единороссу, я решил посмотреть на карету скорой помощи, которые в свое время выдавали больницам, по иронии судьбы, тоже по партийному проекту «Единой России», о чем говорит, собственно, вот этот значок. Совпадение? Не думаю. Нет, еще раз это Киселев лучше говорит. Совпадение? Не думаю. Ну а следующим пунктом назначения должен был стать Милюзовский район и возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны. Но что-то как-то организаторы забыли про это, и мы направились в Уфу. А в Уфе координатору данного проекта я задал самый главный вопрос, который интересовал меня на всем протяжении нашего маршрута. Почему здесь нет чиновников, которые, собственно, ответственны за развитие туризма, за дороги, инфраструктуру? Почему журналисты? То есть журналисты возлагают такую ответственность, вот вы должны там показать, а где чиновники? Спасибо, Харт, потому что мы на сегодняшний день высматриваем и определяем для себя, какие наиболее будут эффективные форматы сотрудничества, чтобы добиться результата. Мы все заинтересованы, вы как житель республики, как журналист и люди, которые здесь отдыхают. Да и в принципе и власть, конечно, потому что это же лицо нашего родного Башкортостана, это же лицо нашего города. Поэтому спасибо вам. Я искренне надеюсь, что в следующей инфотуре нам удастся учесть пожелания журналистов и кого-то из представителей власти. Мы привлечем обязательно, чтобы у вас была возможность вместе проехать по маршруту и увидеть, собственно, своими глазами, каким образом мы можем что-то поменять. Ребят, ну если честно, вы, наверное, сами уже понимаете, что проект слабенький. Я сейчас обращаюсь к организаторам. Если нужна будет помощь, я готов вам помочь бесплатно. Ну, хотя бы с советами. Обращайтесь, не стесняйтесь. А я пока в горы. Субтитры сделал DimaTorzok